Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Пугачёва к началу учебного года с детьми не вернулась в Израиль. Очевидно, ей надоел климат, жарище. Они последнее время провели в Латвии. Климат более мягкий. Пишут, что целый сентябрь они будут, весь сентябрь проведут там. Вы знаете, ещё раз повторюсь, что в этом году было ощущение, что она всё-таки попытается вернуться в страну, которую она называет словом «туда», в нашу родную Россию. И очевидно, что ей не хочется сидеть там в жаре. Пишут, что психологи в том числе бьют тревогу, и люди, что за последнее время дети сменили несколько школ. Это и израильская, и потом на Кипре. И сейчас, если они пойдут в школу здесь, в Латвии тоже проблема. Вот что пишут. В окружении певицы говорят, что весь сентябрь звёздная семья проведёт в Латвии. По слухам, Бугачёва не захотела возвращаться в Израиль из-за климата. Встревожные поклонники переживают за детей, где же будут учиться Гарри и Лиза. Сначала их определили в одной из престижных израильских школ. Но только школьники адаптировались к учебному процессу, как знаменитые родители решили снова поменять место жительства. Семья спешно перебралась на Кипр, а затем в Латвию. Возможно, звёздные отпрыски сейчас могут получать образование удалённое, или же перешли на домашнее обучение. Бедные дети за последние два года полмира объездили. Миллион школ уже сменили. Такой стресс переживают из-за капризов родителей. Сидели бы сейчас в Москве, горя бы не знали. Алла надеется через годик-другой вернуться в Россию. И обсуждают, пишут народ ситуацию. Бьют тревогу и психолог, как я уже сказал. Они говорят о том, что Лиза и Гарри в будущем могут столкнуться с последствиями стресса, которые переживают. После побега Пугачёва из России они потеряли друзей, стали заложниками ситуации. Всё это серьёзно травмирует неокрепшую детскую психику. Друзья, вы знаете, это люди, которые в самый последний момент... Казалось бы, нет. Они говорят о детях, но они в самый последний момент думают о них. Это эго. Вот так им нужно было. Как Лайка Ваймоли сказала, что мы думали, что в начале операции иноагент Галкин станет президентом России. У нас же, говорит, есть уже один комик. Не дай бог никому такой пример. Но она говорит, что он положительный. Так вот, друзья, дело всё в том, что, вы понимаете, дети здесь, конечно, испытывают огромный стресс. Если руководствовались бы интересами детей, естественно, для детей, они бы жили, для них ничего не поменялось. Абсолютно. Прекрасно. Лучше всех. Но они решили вот так поступить. Естественно, дети, по миру катаясь, испытывают стресс туда-сюда, школа-школа, везде новые условия, адаптации и так далее. Но это та цена, которую они платят за свои выборы. Я имею в виду свой выбор, передвижение, уехать из России. И, может быть, они сами не расплатят за это, но дети, я думаю, будут расплачиваться за этот их выбор. Хотя бы тем, что действительно, как психологи говорят, будут последствия стресса от того, что они вот так делают. Думаю, что она это уже понимает, собственно говоря. Поэтому потихонечку, потихонечку, я думаю, их взор устремится сюда. Она будет стараться снять иностранного агента с Галкина, для того, чтобы вернуться сюда, чтобы он мог снова зарабатывать, и все вернулось на круги своя. Очень бы хотелось, чтобы, если такое будет происходить, все-таки те, кто будут принимать решение, помнили, что он говорил в своей пасхальной речи, вообще на каждом своем концерте, да и она тоже, собственно говоря. Конечно, хотелось бы, чтобы они понесли соответствующую ответственность. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Вы знаете, друзья, сколько людей за все это время говорили туда, эта страна, и что только не говорили о нашей родине, а в итоге приезжали сюда и землю целовали здесь. Потому что понимали, что нигде они больше не нужны, и лучше страны в мире нет. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в сети блокировок, замедления Ютьюба, не поймешь, будет он работать, не будет работать, я вас приглашаю теперь уже на свой основной канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Там новости 24 на 7 с моими комментариями, видео о политике, которых здесь уже давно, нет, мои какие-то личные фото и видео. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, ну и так как непонятно, что будет с Телеграмом, внизу есть тоже ссылочка на социальную сеть ВКонтакте. Нажимайте, переходите, кто не хочет потеряться. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok